Людмила Улицкая, Эвчая Маша Читает для вас Артем Назаров Невеста была молоденькая, маленькая, с немного крупной от другого тела головой, однако если вглядеться, то настоящая красавица. Но лицо ее было так живо и подвижно, выражение лица столь переменчиво, то улыбалась, то смеялась, то пела, что вглядеться было трудно. Как только она закончила музыкальное училище и нанялась на свою первую работу в Рождественский храм в дальнем московском пригороде, где до этого уже год пела на левом клиросе бесплатно в виде практики, так сразу же и вышла замуж запевчива. Когда их венчали, здешние старухи исплакались от умиления. Молодые, красивые, свои и церковные. Она в белом платье и в фате, а он в черном костюме на голову выше. Волосы цыганскими кольцами длинные и, как у папа, резиночкой схвачены. А зовут Иван да Мария, Иоанн и Мария. Для русского уха просто сказка и музыка. Как они друг к другу подходят, эти имена. И свадьбу справили прямо в церкви, в поповнике, в небольшом хозяйственном строении на церковной земле. Накрыли большой стол, всего нарезали, колбасы, ветчины, сыру, селедки, огурцов, помидоров. Уже и зелень на столе привозная, кавказская. Но все же как будто весна на столе. По календарю и впрямь была весна. Фомина неделя. Но в тот год тепло запаздывало, и ничего своего в Подмосковье еще не было. Свадьба получилась как будто немного строгая. Все же в церкви хорошо не погуляешь. Зато пели чудесно. И стихиры пасхальные, и народные песни, и северные, и украинские, которые Иван сам знал и Маш научил. Потом Маша спела еще и какие-то чужие, на иностранном языке песни, и церковного звучания, но тоже очень красиво. Иван переехал в Машин дом, в Перловку. Своей площади у него не было, он родом был из Днепропетровска. Теперь они и на спевке, и на службе ездили вдвоем на электричке, и смотреть на них было глазу одно удовольствие. Все их знали, все их любили. Потом Маша родила в срок, как полагается, первого мальчика. Через полтора года второго. И все оставалось маленькой, тоненькой, девчонкой-девчонкой. Детей они таскали с собой на службы. Один в коляске, второй на руках у Машиной мамы. А в хоре Иван стоит повыше, Маш ступенькой ниже. Он над ней возвышается, а она к нему иногда потянется, голову крупноватую с простым пучком под платочком повернет, приход, заулыбается, и все, кто рядом стоит, тоже улыбаются. Приход Эд семью очень любил, потому что у всех в домах были свои неурядицы и через полосицы, и люди понимали, что все беды по делам за грехи. А эти двое были наглядным доказательством того, что если хорошо себя вести, жить по-церковному, то и жизнь идет хорошо. Потом Иван решил поступать в духовную академию. До семинария он был уже стар. В академию поступить непросто, но он шел по особой статье. Хорошее музыкальное образование. В хоре пел уже много лет. Да и связи за эти год завелись. Его давно звали в регенты, но он не хотел на клиросе стоять. Хотел в алтаре. Иван бросил свою основную работу учителя пения в школе, стал готовиться к поступлению. Маша радовалась, хотя и беспокоилась. Матушкой быть непросто, большая ноша. Она была и молода, и слишком шустра, и весела для такого звания. Вообразила, что получит Иван приход в хорошем месте, в маленьком городке или большом селе, где люди добрые и неиспорченные, и природа нетоптанная, чтобы рядом речка, лес, дом с террасой. Она так красиво придумала. А потом испугалась. А ну как дети заболеют, а в деревне ни врачей, ни больниц. Спросила у мужа, как он думает дальше жизнь планировать. В область на приход или в городе? Иван коротко жену обругал дурой, но она не обиделась. Ну, сказал и сказал. Она про себя знала, что не дура, а про него, что характер трудный. Ивана в академию взяли. И он теперь переехал в общежитие, дома появлялся редко, был строг с Машей и детьми, старшего, Ваню, трехлетнего, даже побил. И Машина мама, Вера Ивановна, плакала, но ничего ему не сказала. А Маша нисколько не расстроилась, только плечами пожала. Он им отец, пусть учит, ведь с любовью же они со зла. Но Вера Ивановна не понимала, как это можно бить ребенка с любовью, да еще за такую вздорную мелочь тарелку с кашей перевернул. Жизнь в лавре накладывала новый отпечаток на Ивана. Прежде он был щеголеват, одевался в хорошие костюмы с галстуками, любил цветные рубашки, а теперь кроме черного ничего не носил и даже дома не снимал с себя полуказенной одежды. Шпынял Машу за розовые блузочки и пестрые бусы, которые она любила носить. Она послушно сняла бусы и бисерные плетеные браслеты, перестала носить пышный в цветных заколочках пучок, вместо этого заплела волосы в косу и закрутила в скучный бабий узел. Только глазами все сияло и улыбалось с утра до вечера. Сыновьям Ванечке и Коленьке, маме Вериванне, окошку, дереву за окном, снегу и дождику. Мужа. Ее постоянная улыбка раздражала. Он хмурился, глядя на ее сияние, спрашивал, «Чему это она так радуется?» А Маша простодушно отвечала, «Да как же мне не радоваться, когда ты приехал?» И сияла дальше. Маша ожидала лето, каникул. Надеялась, что муж поживет дома, повозится с малышами. Дети от него отвыкли за последний год. Младший пугался и отворачивался, когда видел отца. Но на каникул Иван в Перловку не поехал и крыш чинить не стал, как обещал Вере Ивановне. Вместо того уехал на богомолье в дальний монастырь. Маша расстроилась, но не хотела матери показывать, что переживает, и потому все улыбалась по-прежнему. А Вере Ивановне сказала беспечно и глуповато, «Да нам же и лучше, мамочка. Сдадим полдома дачникам, а осенью наймем рабочих и сами крышу починим. И просить никого не надо. А то ведь правда. Что народ скажет? Священник сам по крыше лазает». «Да какой он священник? Пока что никто!» Ворчала Вера Ивановна, удивляясь на дочь. «Совсем глупая, что ли». Сдали полдома дачницы, своему человеку из прихожан храма, пожилая врач Марина Николаевна. На субботу-воскресенье к ней приезжала ее племянница Женя, тоже интеллигентная женщина. Иван, когда узнал, что сдали комнату с террасой, страшно рассердился, кричал. Но дом, между прочим, был Верой Ивановны, о чем она ему и напомнила. Он собрал вещи в сумку и ушел, хлопнув дверью. Вера Ивановна заплакала и попросила прощения у Маши. Но Маша ничего не ответила. Стояла у зеркала и косу расплетала и расчесывала. А потом сделала себе пучок по-старому с заколочками. А маленький Ваня к двери подошел и, потянувшись, крючок на гвоздь навесил. Маша поехала к батюшке, тому самому, что их венчал. Он теперь в другом храме был настоятелем и рассказала, как неладно дела идут в семье. Он ее поругал, что сдала комнату без спроса у мужа. Велел впредь от мужа не своевольничать. А что он от них уехал на богомолье, то от того только одна польза и никакого вреда. Осенью Иван приехал навестить жену с детьми. Привез подарков, но больше духовного содержания, чем практического. Подарил икону заказную двойную Иоанн Воин и Мария Магдалина. Маша обрадовалась. Она уж не знала, что и думать про мужа. Любил он ее или совсем разлюбил. Но подарок был со значением. Это были их святочные покровители, и, видно, он тоже их разлад переживал. Под вечер не уехал в Загорск, остался, а давно уж не оставался. И Маша была рада, Радехонька. Она любила мужа всей душой и всем телом, и чувства ее поднимались той ночью, как волны на море, сильно и высоко. И сделала она движение между любящими, как будто незапрещенное. Но в их супружеском обиходе не принятое, хотя и волнующее чуть не до обморока. Иван стонал и вскрикивал, и Маша прижимала ему легонько рот пальцами, чтоб потише стонал. Дед к ней разбудил. Утром Иван просил Машу проводить его на электричку, и по дороге сказал, что теперь она себя совершенно выдала, какая она испорченная и разгульная. А только всю их жизнь притворялась невинную, и что ни от кого не укрылась, что и детей она родила не от него, поскольку оба мальчика беленькие и голубоглазые, в то время как должны бы быть кореглазыми и темноволосыми. Маша ничего ему не сказала, а только заплакала. Тут подошла электричка, и он уехал на ней в лавру учиться дальше на священника. Полтора месяца Иван не приезжал, и Маша взяла старшего Ванечку и поехала в лавру субботним ранним утром, чтоб показаться перед мужем и ласково обратно к дому призвать. Маша приехала в середине службы. Он в хоре стоял, но на нее не смотрел, хотя она приблизилась к самому клирусу. Он был очень красив, но лицо его было грозным, борода, прежде маленькая, хорошо подстриженная, разрослась до груди, и он сильно похудел. Это даже под бородой было видно. Когда служба отошла, она к нему приблизилась, а он рукой ее отвел, как занавеску, а на Ваню даже и не поглядел. Маше стало страшно от такого его жеста, особенно от глаз, которые смотрели вперед и как будто мимо них, как на иконе «Спас ярое око». Она сразу поняла, что пришла беда, но не знала, какая. Больше Маша в академию не ездила, и он дома не бывал до весны. Весной приехал, в дом не взошел, вызвал ее на улицу и сказал, что дело его решенное. Пусть сама подает заявление, что брак их недействительный, чтобы его отменили. Маша не поняла. Разводиться с нами хочешь? Нет. Какой тут развод? Дети чужие, все обман был. Маша сначала как будто улыбнулась, но сразу и заплакала. Ваня, да я ж девушкой за тебя выходила. Ты первый у меня и единственный. Магдалина, ты и есть, только не раскаянная. Я брака обманного не признаю, твердо сказал Иван. Она жену даже не смотрит, все в сторону. Так венчанный брак, Ваня, мы же перед господом. Сквозь слезы лепетала Маша, но все было напрасно. Развенчают. Обманный брак развенчают, сказал Иван, как о решенном деле. А дети? Все упорствовала Маша, боясь потерять свое кривое счастье. Что дети? Не мои дети. Иди, делай экспертизу, тебе и анализы тоже скажут. Не мои дети. Да сделаю я эти анализы. Ваня, наши это детки. Коль, ты как на тебя похож, только светлая Аванечка. Ты посмотри, ведь волосики у него потемнели. Вырастет, как у тебя будут. Пыталась Маша развернуть разговор в хорошую сторону, но сила ей противостояла самое страшное, какая бывает. Безумие. Оно было уже вполне созревшим, но пока было сдерживаемо внутри, и дикие подозрения облекались в логическую форму. Иван стал перечислять все Машины прегрешения, как ходила к подруге на третий день после свадьбы. А была ли там? Проверить теперь нельзя. Но он-то знает, что не было ее там. И на концерт ходила два раза с мамой, только программа-то была не та, что она ему тогда объявила. Обман. Всегда обман. А главное, она себя разоблачила, всю свою испорченность, когда после каникул он домой приехал. А она уж такое искусство перед ним выделывала, как последняя девка с площади. И дальше, дальше множество всего, чего Маш не помнила. И что главное, ведь никогда прежде он никаких таких упреков не делал. Неужто столько лет в себе держал? Развелись и развенчались. В патриархии Иван получил про то справку. Вера Ивановна удивлялась. Таинство церковное. Как это отменить можно? А крещение? А отпевание? А причастие само? Тоже можно отменить? Маша детей на свою фамилию переписала, как будто они ее, исключительно только ее собственное, без мужского участия, рожденные. А Иван академию закончил и сподобился монашеского чина. Большая духовная карьера перед ним открывалась. И это уже через людей узналось. Маша не столько даже горевала, сколько недоумевала. Удивление пересиливало все прочие чувства. Она надела черный платочек вроде траур. Да и платочек шел ей как нельзя больше. В церкви к ней относились хорошо, хотя и сплетничали. Она теперь была не просто так, а с интересным несчастьем. Лето было на редкость жарким. От черного платка пекло голову, и Маша недолго его проносила. Надоел. У нее было теперь две работы. В церкви и в народном хоре при Доме культуры. Ванечку готовили к школе, ему было шесть с половиной. Но он был умненький, сам читать научился. Хотел в школу, но с письмом справлялся очень плохо, и Маша сидела с ним в свободное время, писала палочки и крючочки. Занималась с ним также и дачница Марина Николаевна, и ее племянница Женя. А потом Женя привезла на дачу сына своих друзей из Риги, семнадцатилетнего Сережу. Он поступал в университет, но срезался и остался пожить немного на даче после плачевного провала. И к этому Сереже, Машины сыновья потянулись как к родному. Все висели на нем, от себя не отпускали, а он с ними был так хорош, так весел, и они играли как ровесники, то в прятки, то еще во что. Сережа был немного на Машу похож, тоже небольшой, светленький, тоже немного головастый, но был он похож еще больше не на теперешнюю Машу, а на ту, какой она была до замужества. Еще невинностью своей они были схожи. В последний предотъездный вечер, когда дети были уложены, и весь дом заснул, они сидели на крыльце, и возникла между ними сильная тяга, так что взялись они за руки, потом немного поцеловались, а потом в беседке на скамеечке они поцеловались погорячее, и как-то само собой, без вынашиваемых намерений, невзначай, легко и радостно обнялись крепко-крепко, и ничего плохого или стыдного, одно только счастливое прикосновение. Сережа уехал на утро, и Маша помахала ему рукой, дружески и весело, а потом оказалась беременной. Сережу она разыскивать не стала, он ни в чем не был перед ней виноват, и вообще никто ни в чем не был виноват. Маша не расстраивалась, ходила приветливая и ласковая ко всем, пела в хоре, расстраивалась Вера Ивановна, что так трудно у Маши жизнь складывается, но ее не упрекала и ни о чем не спрашивала. Когда живот ее стал заметен, церковная староста, строгая, но справедливая, сказала ей, что лучше бы она из хора сама ушла. Я уйду, легко согласилась Маша и пошла к батюшке. Привычка у нее такая была, когда надо что-то решить, благословение брать. Священник был старый, невнимательный, но Маш сказал ему о своем беременном положении. Он подумал немного, оглядел ее выпуклую по рыбе фигуру, потевал головой и сказал «Пока ходи». Потом Маше было неприятно. Ей все казалось, что за спиной шепчется. Она даже молилась Божьей Матери, чтобы она ей покров свой дала от чужих глаз. Один раз Маша особенно раздосадовалась. Реставрировали иконостас, и два пришлых мастера стояли ну совсем уж против нее, и что-то о ней говорили. И нашла на нее такая дерзость, что она подошла к ним поближе и сказала «Все, что вам обо мне сказали, все правда. Муж меня с детьми бросил и ушел, может, и в монахе, а теперь я еще и беременна, да». Повернулась и пошла прочь. Один из двух мастеров, что постарше, с тех пор все на нее пялился, а она отворачивалась. Такая игра, как будто между ними завязалась. Он ищет ее взгляда, а она смотрит рядом с ним, но мимо. Так смотрели они друг на друга месяца два. Реставрационные работы уже шли к концу, как и Маша на беременность. Однажды, под самое Рождество, после долгой службы, он подошел к ней и сказал «Вы мне сразу не отвечайте, завтра скажете. Я бы хотел на вас жениться. Я серьезно говорю, я это давно уже обдумал. Маша стала вдруг смешной, она сразу же ему ответила «О чем мне думать-то? Я за вас пойду». И пошла прочь. А он так и остался стоять. То ли шутка не удалась, то ли не ожидал такого скорого решения. Маша Маша приехала домой поздно. Вера Ивановна ждала ее, не ложилась. Она за Машу очень тревожилась. Маша ей от двери сразу и сказала «Мам, мне сегодня художник предложение сделал». «Ты чаю-то попьешь? Нет?» спросила мать, пропустив мимо ушей глупую шутку. «Мам, мне предложение сделал художник, который алтарь реставрирует». Вера Ивановна рукой махнула «Не хочешь чаю-то кложись, я уже постелила». «Ну мам, я серьезно». «А зовут-то его как?» «А я не спросила. Завтра спрошу». Поженились они вскоре, еще до рождения сына. Назвали Тихоном. Муж Саша оказался лучше всех на свете. Новорожденного ребенка, когда дома был с рук не спускал, любовался, уходя на работу, по два раза возвращался, чтобы еще взглянуть напоследок. Мальчики старшие сразу стали звать его отцом, а на школьных тетрадях, где отчество вообще-то не полагается, выписывали «Тишков Иван Александрович и Тишков Николай Александрович». Когда Тихон Тишков пошел в школу, у них родился еще один сын. Маша немного огорчилась, ей хотелось девочку, но она молодая, может, родит и девочку, а про того первого прошел слух, что достиг большого положения, а потом и повесился, может, врали. Когда Маше сказали, она перекрестилась, сказала «Царствие небесное, калитак и подумала, а ведь если бы он не бросил нас таким жестоким образом, и Сашу бы не узнала». Ах, слава Богу, за все. Если вы дослушали до конца, то я могу предположить, что вам понравилось, а поэтому не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на мой канал. Также прошу заметить, что я очень рассчитываю на вашу финансовую поддержку для развития канала, так как львиная доля моей аудитории из России не монетизируется. Спасибо.